Друзья, всем привет из города Владивостока, а именно с нашего склада. Так, что хотел вам сказать. В общем сегодня у нас суббота, сегодня праздник у ребят, так что я решил выйти тут на работу. Что я вышел на работу то вообще? Зачем? В плане того, что нам передают большой снегопад, с понедельника на вторник. Во вторник мы выходим на работу. Я решил переобуться. Я же так, как всегда, ленивый и этого не сделал. Но шел по дороге, обошел все шиномонтажки и там очень огромные очереди и мне никак не удается туда попасть. Завтра воскресенье, мне сильно не охота. Я вот думаю может быть с утра в понедельник. В понедельник это сделай. Сейчас подумаю как как лучше, как мне сделать лучше, как мне сделать лучше. Здесь есть шиномонтажка рядышком. Рядышком с нами метров, как говорится, сто пятьдесят. Но я туда зашел, там пацаны все заняты. В плане того, что у них не шиномонтажка, они стекла там устанавливают и ремонтируют автомобили. Это какой-то был год, какой-то был год, я уже не помню. Мне пришлось тоже выходной выйти и переобуться. Хорошо мне повезло там рядышком. Мужичок сидел, я говорю, ты можешь меня переобуть? Он говорит, вообще проблем нет. Так, я здесь место себе на всякий случай приготовил, чтобы заехать. Ну вот думаю как мне поступить, как мне лучше поступить, как мне лучше сделать. Включим свет, как мне лучше сделать. Так и все в раздумьях и раздумьях. Так, товара у нас что-то стало маловато. Но мы ждем контейнер. Контейнерок должен подойти. А у нас что там, порошок остался. В основном порошок остался. Бумага, порошок, фильтра, колодки. Вот я вам как говорил, друзья, вот это у нас остаток остался. Колодок вот на стеллаже. И все, вот они последние. Больше нету. И фильтра. Ну берут потихоньку. Но торгуем ими блин уже, я не знаю, лет наверное, уже 10, наверное. Но я вот как пришел, я в этой конторе работаю уже 9 лет. Вот так мы... Я пришел, еще мы работали, контейнера отгружали, еще нормально так к нам приходило. А потом, как говорится, святое место пусто не бывает. Пришли большие игроки на рынок и мы вот распродаем, распродаем и поддаем. И вот у нас еще фильтра остались. Всякие разные непонятные фильтра. Я как бы в них не разбираюсь, друзья, вообще, что там-то. Санки-роки А-3007. Для каких целей? Вот такие фильтры. Сейчас вам покажу. Но они неплохие. Знаете, я вам скажу, хоть и уже много прошло времени. Сейчас, 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 сейчас вытащу. Очень много прошло времени. Я постоянно иногда бывает так, для наблюдения для себя, бывает просто беру их, смотрю. А материал, блин, ну просто качественный. Ничего, не сыпется, ничего. Но он в тепле. Что ему будет? Такие вот фильтра всякие. Есть квадратные, есть круглые, есть черные. Вот такие вот, с резинкой. Вон какие. Вон такие, видите. Всякие разные. Тут надо знать, на какой автомобиль, какой фильтр. А так, что им? Что им будет? Ничего им не будет. Вот смотрите. Я брал себе на этот, на газель даже выбрал. Но у меня там мягкий вообще, без каркаса, без такого, без каркаса. Это вот с резинками вообще. Что-то замараты немного. Нет, сам-то фильтр нормально. Просто замараты. И все. Сейчас упакую. Это Акаповские фильтра. Там станки-роки. Эти фильтра даже не знаю. Что за фильтр? Интересно. Упакованный? Упакованный, да. Не вскроешь его. Да. Хотел посмотреть. Ладно. Не столь важен. Вот какие-то фильтры есть. Здесь и воздушные фильтры, здесь и салонные фильтры, есть и масляные фильтры. Вот смотрите, какой фильтр вообще обалденный. Секундочку. Ну вот такой, смотрите. Даже защищенный такой. Вообще обалденный. Вообще хороший фильтр. Просто знать. Этим нужно заниматься. Нужен человек. А у нас человека нету такого. Раньше был автомобильный там менеджер. Он уволился у нас и все. И вот сейчас так. Хотя эти фильтра, я вам скажу, что они нужны. Санки-роки. А 944. Ну они, видите, и по этим номерам, и по этому номеру. Фильтр для чего он, никто не знает. Этим надо заниматься. Как-то так. Так. Колеса, 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 колеса. У меня в кузове, скажем так, в будке. Так. Сейчас подумаю, чем еще заняться. Чем еще заняться. Ладно, попью кофейку. И посоображаю. Подумаю, посоображаю. Так. Хотел. Там голуби прилетели. Хотел им хлеб дать. Нету. Хлеба нету. Пролетели голуби. Решил сходить. Все-таки уточнить у пацанов. Заниматься машиномонтажкой нет. Может, с другом повезет. Один год я же там переобувался. Может, переобувут. Сейчас узнаем. Занимаются они нет. Мне охранник сказал, я, говорит, весной как-то был, говорит, меня переобули, говорит. Вот сейчас узнаем. Спросил его. Там какой-то какой-то мужчина. Говорит, что за машина? Я говорю, газель. Говорит, станок не вывезет. Ну, ему виднее. Не вывезет, не вывезет. Ладно. Понятно. Не вывезет. Ну да, колеса были на 13, на 14, на 15. У меня на 16 были. Ну, не знаю. Сказал, не вывезет. Значит, ему виднее. Станок устал. Все понятненько. Ладно, допьем кофе и будем думать, что дальше, чем дальше заняться. Не получилось, не срослось. Так, 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 так. Ладно, сейчас подумаю. Сейчас подумаю. Кофе еще есть. Нормалек. Время 14.35. Время-то еще есть, блин. Так. Думай, Игорь, думай. А что думай? Пусть лошадь думает. У нее голова большая, правильно? Барин. Завтра, наверное, еще попытаюсь, попытаюсь я куда-нибудь съездить и что-нибудь сделать. Да, потому что понедельник, вторник будет вообще коллапс. Наверное, так и сделаем. Так, что у меня по заявкам? Так, Мухартов, это у нас Гадисиданка, надо отвезти, Лиз, это на угольный. Так, это у нас непонятно, что. Ладзеоторг, Ладзеоторг, Хабаровск, Ладзеоторг, Красного Знамени, это у нас на Красного Знамени, Хабаровск, это отправка, Уссурийский, не знаю. Но надо ехать туда, Большой Камень, это тоже отправка. И там еще какая заявка. Что за заявка тут? Ладзеоторг. Так, одна отправка, Уссурийский, из-за двух коробок шампуней мы, конечно, не поедем в собачьи шампуни. Но посмотрим, все будет видно. Так, я вот думаю, что я чем-нибудь заняться сейчас? Идти домой, прогуляться, что по пути куда-нибудь заехать может быть, заехать, говорю, зайти. Ладно, будем опять думать, опять нужно думать, опять нужно думать, ладно. Блин, конечно, мне не охота сейчас садиться, это на машине ехать до самого вечера, короче, через кашиномонтажки, там просто вилят мне. Просто вилы, а я ленивый, а я ленивый. Ладно, пойдем тогда до дому, до хаты. Прогноз погоды, смотрю, сегодня 5 градусов, ну там было 4 градуса, ощущается как минус 7, ну это как всегда. Завтра 9, тоже ощущается как минус 7, а вот в понедельник у нас типа 12, ощущается как минус 2 и снег. Во вторник нету, в понедельник, так что завтра, наверное, надо по-любому ехать на машиномонтажку куда-то. В любом случае, где-то что-то так. С погодой вот такие вот дела. Но это не точно. Решил я машину загнать, друзья. На всякий случай. Я же такой, на всякий случай, загоню машину. И все будет хорошо. Так. Вот и все. И душа у меня будет на месте. Так, сейчас посмотрим. Машина там. Влезла? Да, влезла. Нормально. Окей. Окей. Все. Хорошо, когда гараж есть, вообще. Просто прекрасно. Просто прекрасно, когда есть гараж. О, когда снег, снегопады и т.д. и т.п. Опа. Вообще. Зашибись. Так, что у меня осталось? Мне надо клейму снять. По-любому. Так, клейму, клейму. Так, ключик надо. Так, ключик мне надо на 10, чтобы снять клейму. Ну, на всякий случай. Как говорят, береженого Бог бережет. Сейчас снимем. Сейчас снимем. Так. Минусовую, наверное, снимем. Правильно, правильно. Плохо, только-то ничего не видно. Хотя бы снимем минусовую. Вот так. Штуки. 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 Вот так. И все. Все замечательно. Так, все, сняли. Нормально. Все окей. И душа у нас будет на месте, как говорится. Так, надо все убрать. Все. Ох, Света я не выключил. Я пройду. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. И пройти вот так. Шампунь. Для мужчин. Шампунь. Аквамен. Для мужчин. Неплохой. Дешево. И сердито. Вообще. В пределах. Там что-то. Он там 140 рублей стоит. Ладно. Что. Сделали одно дело. Хорошее. Ладно. Хоть перегнал. А там посмотрите. Завтра будет на хорошее настроение. Значит. Само выйду. Куда-нибудь заеду. Какую-то шиномонтажку. Если сегодня не получилось, нечего вот рвать задницу. Правильно, правильно. Ладно. Машину загнал. И то нормально. Все. Пойдем. 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 Отседова. Все шиномонтажки заняты. Блин. Какой ветер холодный. Друзья вообще. Как минус 7. И правда передают. Так. Как пройтись. Тут мы ходили. Вот так пройдусь. Через парк. У нас же его тут. Парк солнышко. Благоустроили. Ничего так. Нормально сделали. А то был загон какой-то непонятный там. Сейчас сделали хорошо. Сейчас посмотрим. Ну вот. Парк. Парк. Ну немножко благоустроили. И вот лавочки поставили. Детишкам пока так. Путбольное поле небольшое. Или волейбольное. Баскетбольное поле. Баскетбольное поле. Ну более-менее нормальное. Можно отдохнуть. Прийти. Посидеть. Так. Лететь. Сейчас мы здесь прямиком с вами выйдем на улицу Русскую. На остановку Кутузова. Кутузова. Ну и вот мы с вами на улице Кутузова. 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 Главная аптека Миницен. Неплохая аптека. Здесь тоже госаптека. Цены везде разные. Аптеку очень-очень много. Да что у нас тут морковка стоит. Так. Картошка 50 рублей. Морковка 70. Перец сладкий 100 рублей. Лук 55. Капуста 60. Помидоры 150. Есть по 190. Редиска 250. А баклажан 160. Огурцы и суражевка. Это наши. 120 рублей. Репанька. Что за репанька? Не знаю. 120 рублей. Яблоки есть по 170. О, рыбка у нас есть. Рыбка у нас есть. Палтус 330. Камбала 250. Мороженое. Камбала 10 и 30. Палочки кижущие. Насушеные. Малосольные. 350 рублей. Ну, не всяко. Так. Нерко 550. Кижущие 575. Чивучие 598. У Нерко 870. 870. Кита 350. Вот есть кита 390. Малоки киты 195 рублей. Нормально. Кальмачек, палочки 720 рублей. Кита 780 рублей. Кижущие 980 рублей. Вон кижущие есть. Хиле малосольное. 1050 рублей. Кита тушка малосоленая. 650. Горбуша малосоленая. 520. Вот селедочка. Провесная. Крупная малосоленая. 338 рублей. Сельта лютерская. 377. Окунтерпук 650. Окунтерпук. 598. Малосоленая. Нормально цена. Нормально. Та бы чего не говорил. Ну, есть, конечно, на рынках вообще мы есть. Просто дорогущие. Здесь, вроде, можно что-то выбрать. Если есть деньги, конечно. Решил еще зайти в Зеленый остров. У меня сломались очки. А я хочу, там есть недорогие, вроде я видел. Если есть, у меня 1,5 плюс. Посмотреть, можно там что-нибудь выбрать или нет. Если войти в специализированный магазин, такой как Остоптик или там еще какой-нибудь. Но там денег не сложишь. А у меня таких денег нет. Приходится довольствоваться тем, чем можем. Хавал. 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 Опа. Опа. На втором этаже есть. У них. Продают уже готовые. Они недорогие. Читайте. Если есть, возьму. А то на компьютере сидеть, вам видосики пилить. Ну, совсем нету зрения. Ха-ха-ха. Ботиночки уже тепленькие продают. Мы частенько сюда с супругой ходим. Здесь можно и джинсы, и джемпер, и рубашку, и куртку. Вот эту я покупал. Что на мне? Вот эту вот курточку. Я тоже здесь покупал уже. Дешево и сердито. Ну, вот, нашел себе очки, друзья. Нормально, нормально. Вижу камеру. Десять девяносто рублей стоит. Сейчас куплю. Ну, все. Вот себе приобрел очки. Десять девяносто рублей. Нормально, нормально. Всего сойдет. Двести девяносто. Не пять тысяч, не семь. Сойдет. А, зашел в автомобильный. Опа. Посмотреть. Поддержка спины не подорожала. Да нет, 359 рублей. Нормально, выручает она меня эта штука. Выручает хорошо. Не так сильно спина болит, конечно. Ну, все. Ко мне вернулось зрение, друзья. Ха-ха-ха. Вернулось зрение. Да, надел очки, вернулось зрение. Нет, так-то я без очков езжу и хожу. А вот, когда на компьютере или что-нибудь, какие-нибудь дела делаешь, без очков никак, все-таки. Опа. Ну и вот, уже солнце скоро садится. Пойду сейчас за супругой схожу. Так что, вот такие дела, друзья. С вами сегодня идем, смотрим. Как всегда, всех хотел, конечно, поблагодарить. Смотрите, оставляйте комментарии.